Всем привет, друзья! С вами Закупач и уже полюбившиеся всем персонажи с Викбокс Пушистики. Причем это необычная коллекция, коллекция называется История. То есть здесь у нас, видите, парные игрушечки, то есть они в одном образе, и они все принадлежат к какому-то, ну, историческому промежутку. То есть тут, видите, есть и египтяне времен пирамид Клеопатра, так и викинги, так и вот современности, типа того уже 20 век. И тут это что, это 19 век, скорее всего. В общем, по разным векам коллекция очень интересная, постараемся сегодня собрать всю. Я думаю, у нас как всегда получится, начинаем. Купить такие с Викбоксы можно на Валбере, Сазон, да где угодно. В магазинах вашего города, я думаю, они тоже есть. Давайте по традиции посмотрим, что там за мармеладки. О, такие, видите, ягодки, видите, такие. Опа, опа, можно съесть. Так, ну, есть нам некогда, у нас не дегустация. У нас с вами сегодня сбор коллекции. Надеюсь, мы соберем всех, как всегда. Итак, нам первым выпадает, по-моему, викинг. Я, наверное, их буду парно ставить. Так, во, видите, это мальчик-викинг. То есть там есть мальчик-девочка, мальчик-девочка. Очень красиво, знаете, если вы с парнем, там, со своим, обмениваетесь подарками, к примеру, у него вот такой дома стоит, а у вас такое, потом вы вместе встречаетесь, и когда начали жить вместе, поставили свои фигурки рядышком. Прикольно? Романтика? Романтика. Вот. Так, первые у нас, получается, викинги. Так, про коллекцию. Пушистики, уроки истории, называется коллекция. Добро пожаловать на костюмированный урок истории от Щенят. Вместе с пушистиками узнаем больше интересного про Древнюю Египет, Древнюю Грецию, Средневековые и наши времена. Каждый из них познакомит себя с удивительными историческими фактами. Хочешь знать больше, собери всю коллекцию. Поняли? То есть мы сейчас будем исторические факты узнавать. Гарольд. Викинги, умелые мореходы, пускавшиеся в дальние странствия. Они были не только воинами, но и торговцами, и первооткрывателями. Для морских военных походов они использовали дракары. Узкие быстроходные корабли. А для торговли и странствия широкие вместительные кноры. Ой, как тяжело читаются эти семьи названия. Я пытался посмотреть сериал Викинг. Сериал Викинг, если что, 18+. Дети, не советую вам его смотреть. Мне понравилась первая серия. Жене не понравилось. Перестали смотреть. Эх. Хотя, говорят, сериал Викинг бывает очень крутой. Я думаю, как раз-таки там есть про вот эти Клару-Клары украл кораллы. Вот эти Клары, на которых они плавали. Следующее. О, это у нас современность уже. 20-й век Фокс представляет. Вы посмотрите. Вау, какой он крутой, ребята. А шлем не открывается? Эх, жалко, шлем не открывается, но его можно снять. Вот так, при желании. Опа. Вот так его можно аккуратненько вынуть. Потом его можно аккуратненько вставить обратно. То есть, это такой пластик мягенький. То есть, можно отогнуть, ничего не случится. О, всё, поставил. Вау. Это типа белка-стрелка, свитбокс снизу написано. Очень красиво сделано. Так, давайте их будем, наверное, по истории расставлять. То есть, вот это в конце истории будет, да? Вот это прям в самом конце. То есть, это современность, вот это прошлые веки. Веки. Так. Это у нас Астро. В 20-м веке космос открыл свои просторы людям. Первым человеком, совершившим полёт в космос, стал русский космонавт Юрий Гагарин. Это и произошло 12 апреля 1961 года. А первым астронавтом, высадшимся на Луне в 1969 году, стал американец Нил Армстонг. Классно, что они, видите, не только про Россию говорят, но и про Америку. То есть, как бы, народы должны дружить. Вот. То есть, мы ценим открытия и других народов, не только свои. То есть, к примеру, я рад, что он там на Луну слетал. А они рады, что мы слетали в космос. Конечно, так не работает, но так бы хотелось. Я лично рад... Я умею. Я из тех людей, кто радуется за достижения других. То есть, я же понимаю, что это хорошо для человечества в целом. То есть, не только для тебя хорошо. Так, дальше. Вот, к примеру, лампочку кто придумал? Да много кто, да? Говорят, кто-то говорят Эдисон, кто-то говорит наш там изобретатель. То есть, там, ну, споры-то такие. А в итоге пользуемся все и всем хорошо. Это же не значит, что типа того, что нам плохо стало от этого. О, это египетская сила. Смотрите-ка. Это вот такой пес египтянин. Я думаю, это как раз-таки самые древние времена. Так что мы его поставим вот сюда, прямо на самый краешек. Потому что сначала был Египет, потом, скорее всего, были викинги. Вот так. Как же тебя зовут, Песель? Его зовут Тутарамус. В Древнем Египте правителем называли фараонами. Они приравнивались к богам. Фараонам воздавались великие почести. Для них строились великолепные дворцы и гробницы пирамиды, сохранившиеся до наших времен. Известные египетские фараоны Тутанхамон, Рамзес II, Аменхотеп III, Хеопс и другие. О, поняли? Уже мы что-то... Так, ребята, я надеюсь, вам не слышно. За окном там что-то пилит, сверлит у нас. Ничего не могу сделать. Дома жарко, а я не могу закрыть окно. У меня показывает на балконе 28 градусов. Сейчас я сижу, здесь 27 градусов. Знаете? Прямо как в этом, в Египте. Сила Египтуса. О, это уже 19 век, по-моему, да? Или 18-й. Я думаю, или 19-й, или 18-й. Вот такая собачка. Это же собачка, да? Собачка с короной. Очень миляшная, очень няшная. Я думаю, это где-то вот здесь. Итак, это у нас Аурисия. Средневековье. Период с... О, я вообще не угадал. Период с 5-го по 15-й века. То есть это 5-й, 15-й век. Эпоха поединков. За воевание земель и, конечно, за завоевание сердец прекрасных принцесс. Изысканные платья для них шили только из лучших тканей и богато украшались. Одежда состояла из множества слоев. Считалось, чем больше слоев одежды, тем выше положение. О, вот это да. Вот это красота. Да, что-то я вообще с этими, с рыцарями не угадал. Да, 5-й, 15-й века. Обалдеть. Представляете, 10 веков длилось вот это все. То есть получается у нас, вот сейчас, например, там 21-й век, через 10 веков, там в 30-м веке, будет уже, по идее, мы будем летать на машинах. Да, вот если так. То есть смотрите, рыцарские турниры и что сейчас? Между ними 10 веков. Вот через 10 веков, типа того... Ужас. Ужас. Ну это мои фантазии. Так. О, нашлась парочка к нашему фараончику. А вот она и наша Клеопатра. Вы посмотрите, какая красотка. У нее ободок в виде змеи. Очень классно смотрится. Вот такая у нас сладенькая парочка получается. Как вам? Как вам они смотрятся вместе? Мне кажется, очень хорошо. Да, мы их отправляем до нашей эры. То есть это у нас самые первые. Так. Клео! Ее так и назвали. Клеопатра, последняя царица древнего Египта, нередко называемая последним фараоном. Она была очень умна, изучала математику, астрономию, ораторское искусство и философию. Царица знала несколько языков. Греческий, египетский, еврит, эфиопский, арамейский, персидский, латынь, русский, азербайджанский, армянский, дагестанский. Вау! Ничего себе, сколько языков она знала. Шутка, это я уже от себя добавил. Ладно. Ножик тоже у нас там. О, это рыцарь. Это рыцарь к нашей, наверное, принцесске, да? Смотрите, у него кинжал, у него небольшой меч, такой черныш. Черненький рыцарь, причем у него почему-то это забрало растет из головы. То есть, шлема нет, но есть вот эта штука, ободок. Может быть, это защита на лоб. Это, наверное, лобная защита. Вот видите, вот так они выглядят. Ах, сударь, можно пригласить вас на бал. Бал кружится на... Помните мультик Анастасия? Такой старый, там, из 90-х. Мне так нравится вот эта песня из балы. Пусинита на-на-на-на-на-на... Я неправильно пою. В общем, вы меня поняли, кто смотрел. И да, зайдет бал кружится над землей. Что-то там на-на-на-на-на-на-на-на-на... Так, Уильям. Средняковые рыцари считались элитой любой армии. Как правило, рыцарь-представитель дворянского рода. Титул рыцаря необходимо было заслужить. Рыцарь должен был соблюдать кодекс чести, быть смелым, верным долгу, проявлять благородство, защищать слабых. Вот это Уильям. У нас такое есть. Слушай, много их тут, да? Пять пар должно быть. То есть целая коробка нам должна... То есть нужно купить именно коробку целую, чтобы ни одной повторки не выпало. Так что покупайте именно вот такими запечатанными коробками. Именно на Озон Лавдберрис. Тогда получается достаточно... Ну, выиграете точно. Слушай, вот теперь у меня спор. Это Древняя Греция, да? По идее, они с Египтом, наверное, в одно время. Вот я не знаю, куда их поставить. Их поставить до Египта или после Египта. По временной шкале вот они как. Я думаю, скорее всего... Ну, давайте, во-первых, посмотрим. Очень красивая фигурка. Прям шикарно смотрится. Это одна из лучших фигурок, на мой взгляд. Очень все красиво. Сразу вспомнил свой любимый мультик Геркулес. Сегодня будем с вами про бывшие мультики вспоминать. Я, наверное, поставлю... Пускай, наверное, будет Египет сначала, потом Греция. Сначала Древний Египет, потом Древняя Греция. Хотя, скорее всего, была сначала Древняя Греция. Не знаю. Короче, у нас ревная шкала. Чем старее фигурка, это левее. Чем новее, правее. Ну, пускай будет... Хотя тут, может, написано сейчас будет? Муза. Муза в древнеегических мифах богиня покровительницы поэзии, наук и искусств. По одному из преданий именно от муз происходило слово музыка. Местом обитания муз были горы Геликон или Парнас. Здесь музы танцевали под звуки лиры старинного струнного инструмента. Не написано какое-то время. Что ж было? Древняя Греция или Древняя Египет сначала? Мне кажется, они были в одно время. Поэтому... Поэтому ничего страшного, что они там рядышком стоят. Просто. Плюс-минус. Плюс-минус тысячу лет. Тысяча лет для истории. Что это такое? Так. О! А вот и её дружок выпадает. Смотрите. Это... Каллигула. Нет. Надеюсь, его зовут не Каллигула. Он показывает лайк. А, то есть помиловать. Ну, хорошо. Знаете, они показывали вот эти... Когда этот... Вот эти игры были. Вот эти гладиаторы дрались. Он же показывал палец вверх. Вот так. Это типа помиловать. Типа вниз. Типа давай. Типа уничтожь его. Так. И вот такой пёсель у нас. Значит, у нас вот такая парочка образовалась. Смотрите. Мы уже собрали Египет. Собрали Грецию. А, и собрали Средние века. Платон. Древняя Греция известна великими философами, деятелями искусств, мифами о героях и богах. Также это родина Олимпийских игр, которые впервые прошли в 776 году до нашей эры. Греки носили лавровые венки как знак славы, победы и подлинного таланта. Слушайте, Древний Египт, по-моему, был там тысячи лет до нашей эры. Мне кажется, значит, я правильно поставил. Потому что это, получается, 776 год до нашей эры. Ага. Понятно. О! Я чувствую, можно на ощупь понять, что там это в скафандре. Да. Это подружка наша в скафандре, смотрите. Возможно, это друг, возможно, это не девочка. Не знаю, похожа она на девочку. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну что, это девочка или мальчик, ребят? Как вы думаете? Вот такое лицо выглядит. Так, всё. Так, мне надо её закрыть, потому что она не привыкла для нашего... Она для нашего кислорода, то есть не привыкла. То есть нужно сначала пройти эту... Как она называется? В барокамере посидеть, в общем, мне надо сначала. К давлению привыкнуть. Так что шлем снимать нельзя так резко. Так, сюда её поставим. Остаётся нам найти только одного. А, подождите, ещё почитать надо. Вега. А почему она? Вегетарианец, что ли? 20 век для истории стал эпохой покорения космического пространства. Раньше людей в космосе полетели собаки. Успешным первопроходцами стали Белка и Стрелка. На космическом корабле они совершили 17 оборотов вокруг планеты и вернулись обратно. Живыми, что ли? Ребят, что, они серьёзно выжили? Я думал, они не выжили. Ничего себе. Ну, по идее, очень много собак запускали, которые не выжили. Так, то есть, это я розовые очки не ношу. То есть, я понимаю, что были эксперименты, скорее всего, неудачные тоже. Просто мы о них не знаем. Но не будем о плохом. Самое главное, что всё получилось. Так, ну и последняя. Последняя коробочка. Мы по традиции собрали всю коллекцию, потому что у меня была запечатанная коробка с завода. То есть, с завода вот в такой блок кладут сразу коллекцию. По идее. Возможно. Не всегда так. Но у меня почему-то так получается всегда. Так, и это Викинг. Смотрите, какая. Ну что, крутышка. Да, скорее всего, это девочка или мальчик. Ну, вот такие подружки. Ну что-ка, ребят, какая пара вам больше всего понравилась? Давайте я про неё прочитаю потом. Так, Айварс. Викинги, древнескандинавские воины раннего средневековья, превосходные мореплаватели. Их называли люди моря. Эпоха викингов относится к 8-11 векам. Викинги были вооружены топорами, копьями, щитами, защищены шлемами и кольчугами. Слушай, туда, получается, я неправильно их поставил. Получается, если викинги были с 8 века, а средневековье было с 5 века, то, скорее всего, надо сделать вот так. То есть, викинги вот сюда. Просто средневековье продлилось дольше. То есть, в 13 веке уже викингов не стало, а эти были до 15 века. Но, и надо их оставить здесь, потому что они раньше появились. Они-то появились с 5, а викинги с 8 века. Да? Возможно, я не прав. Ну, оставим так. Итак, голосование, ребяточки. Какая парочка вам понравилась больше всего? Так, вот эти. Это у нас парочка Древний Египет. Древняя Греция или Древний Рим. Я думаю, они приблизительно плюс-минус одинаково выглядят. Так, средневековье. Опа. Так, это получается уже позднее средневековье викинги. Или середина средневековья. Вот так это назовем. И 20 век Фокс представляет. О, это уже современность, полеты в космос и так далее. Знаете, кто мне больше всех нравится? Мне больше всех нравится все-таки вот эта Греция. Вот они прям милахи. Вот. Прям вообще классно смотрятся. Очень мило. Еще мне нравится Египет. Вот они... Ну, может быть, потому что я тайно... Это... Тайно мне нравится Калиопатра, возможно, из-за этого. Вот. Третье место, наверное, мне нравятся вот эти. О, вот эти. Да. А четвертое место мне нравятся вот эти. О. А викинги мне меньше всего нравится, потому что я не люблю бородатых женщин. Это просто... Это шутка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я всех люблю. Ну, просто они выглядят как-то, я не знаю, как... Ну, короче, как-то так. Еще я вспоминаю это... Знаете, когда этот, как его... Последний Викинг, как этот фильм называется, когда у них там большой таз был с водой. И там первый там полоскал в этом тазу зубы, там умывался. И потом следующий тоже полоскал из этого зуба, сплевывал туда. Они умывались, и таз передавали из рук в рук, и все в одном тазу мылись. Плевались и так далее. Я, помню, меня чуть не стошнило. Я вообще мелкий был тогда, когда смотрел этот фильм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупочка, лекция крутая. Всем советую к покупке. Очень хорошо, очень хорошо. Пока.